салемец из беда стар был каштанов милин каштанов реакшн канала макошки альди низдера и сегодня у нас будет реакция на видео под названием почему я переехал из москвы в казахстан до старка говорится без лишних слов приступаем к просмотру напоминаю все самые интересные видео по ссылкам в описании вы знаете что делать друзья всем привет приветствую вас на моем youtube канале это мое первое приветственное видео где я бы хотела рассказать немного о себе что я из себя представляю и почему я хочу вещать в ю тубе о чем я буду рассказывать удачи того что я родилась и выросла в омске это сибирь обожала этот город он до сих пор моем сердце и я никогда не собиралась уезжать из омска потому что вы понимаете да вы рождаетесь в этом городе все родственники все ваши друзья одноклассницы однокурсники находятся в этом городе все ваши воспоминания все связано с этим местом и я настолько была привязана видимо к вот этим семейным ценностям к родственным связям и я не представляла свою жизнь вообще в другом городе хотя я ездила и посещала другие города странные 18 лет я ездила в америку по work and travel как все студенты я влюбилась в америку мне очень там понравилось я посещала разные города в россии но до 21 года до 5 курса моего обучения в университете я не видела свою жизнь кроме своего родного города но так сложилось что на пятом курсе меня видимо исчезли какие-то иллюзии и кстати я бы посоветовала чем раньше вы избавитесь от иллюзии в своей жизни тем быстрее вы начнете развиваться ну тут наверное скорее всего она хочет сказать что к пятому курсу то есть к выпуску ты так или иначе уже задумываешься о трудоустройстве и на фоне этого все иллюзии начинают рушиться ребята как бы кто бы чтобы не говорил но наверное отчасти это тоже имеет место быть все рвутся в москву питер там движуха а вот такие вот города пускай миллионники по моему омск это город миллионник но он далеко от центра страны соответственно как и от питера который считается второй столицей и там в принципе перспектив мало но смотря у кого какие как говорится запросы кто что хочет никто не мешает переехать из омска в ту же самую москву или же в самом омске что-то попытаться делать что-то предпринимать что-то новенькое да потому что понятно дело все ниши все уже давным давно занято всеми конкуренция большая как и всегда как и везде но есть у тебя есть как говорится идеи да ты в маленьком городке с населением 60 тысяч человек сможешь достойно существовать понятное дело да вокруг вокруг тебя в глухом провинциальном городке будет все грустно и печально но ты сможешь вокруг себя построить тот мир который ты хочешь видеть понимаете ребята ну понятно он будет маленький этот мир будет только для тебя для твоей семьи но все же мир тем быстрее у вас начнутся перемены и развития вашей жизни рост и вот так получилось что 21 год на пятом курсе лишь я осознала что скорее всего по своей профессии я здесь не вижу таких глобальных перспектив в этом городе все-таки омск он как бы считается крупным городом сибири но все-таки он больше промышленный город и каких-то перспектив журналистики пиаре я не видела я это москва получалась получила красный диплом по специальности пиар связи с общественностью в омском государственном университете имени достоевского училась на факультете филологии и коммуникации и буквально на пятом курсе у меня начал начался такой сдвиг вообще парадигмы моя картина мира начала меняться и в один момент когда я поняла так я хочу попробовать в москве мне почему-то вот пришла такая мысль что мне нужно попробовать москве практически и где лучше всего попробовать себя пиаре это конечно же в крупных городах мегаполисе где это направление очень развито и востребовано и я просто начала искать вакансии в соцсетях тогда был вконтакте у нас популярен top 1 да и нашла нашла вакансии начала переписываются меня заинтересовало и я заинтересовала я просто это было я помню это был март 2000 блин ребят знаете меня что осенило да в очередной раз очередной раз не то что меня осенило в очередной раз в очередной раз то что специалиста в своей сфере окончивший свое училище с красным дипломом покидает страну это видео было записано месяц назад и я так подозревая плюс-минус в это же время девушка и переехала но ребята это в целом тенденция которая немножко расстраивает да и а если начинать если начинаешь задумываться и как-то все это анализировать что называется копать то вообще можно уйти в себя и не вернуться блин от осознание пить всей всей тоски от этого 12 года я как раздала госэкзамен уже и у нас было свободное время для написания дипломной работы поэтому университет не надо было ходить я буквально собралась за неделю купила билеты спасибо моей маме на самолет до москвы и написала своей кстати знакомой которая уже жила в москве тоже студентка и остановилась у нее на неделю потом искала себе естественно жилье начала работать москве конечно первая моя работа пиарщиком была очень тяжелая потому что мне приходилось выполнять просто все обязанности я и организовывала мастер-классы это было школа танцев и вела соцсети и раздавала листовки разносила что только не было и к сожалению к сожалению меня облапошили как бывает и в крупных городах москве меня немножко обманули часть зарплаты выдали и часть не выдали естественно было капец обидно но слава богу благодаря моему университету благодарю его до сих пор я получала тогда повышенную стипендию потому что училась хорошо и вот эта стипендия меня спасала я могла снимать комнату в москве с девочками делить что за ерунда на фига я вообще туда поперлась что я там делала а тогда мне было это интересно то есть я для меня тогда это было нормально то есть я молодая вся жизнь впереди то есть я была готова на любые приключения и очень рада что я нашла тогда работу стабильную в государственном учреждении до зарплата была маленькая но я только заканчивал университет только получала диплом и но главное было стабильность и я устроилась на стабильную работу жила также с девочками снимала квартиру и начал начался рост так развивалась моя карьера я закончила 5 курс получила красный диплом хотя я не ездила уже в омск за дипломом я уже работала в москве потом я из госучреждения перешла в коммерческую компанию работала в дочки и сыночки сеть известная и там я уже работала не пиарщиком а smm специалистом потому что тогда мне очень понравилось это направление именно продвижение соцсетях тогда это только зарождалось я была одним из первых наверное кто вообще начал погружаться эту сферу мне так было это интересно и я в этой компании доросла до руководителя и самым направлением и так бывает когда вы растете профессионально то есть я уже 23 года была руководителем все у меня была хорошая зарплата я все я думала я доросла до своего потолка все я готова расти дальше мне нужно что-то рамок нет что-то да уже амбиции такие были блин хочется уже к сути вопроса до старая поскорее перейти так что же случилось не 24 ли февраля повлияло на это процент ребята смотри впервые это видео давайте сыграем в игру ставлю наверное все таки 70 процентов на то что 24 февраля повлияло в какой-то сеть в какой-то степени скорее всего в достаточно крупной степени на то что она уехала в казахстан ребята вы напишите ваши процентные ставки что вы думаете по этому поводу вот прямо сейчас давайте напишите ну так будет интереснее до посмотреть написали копрахмет лайк тоже можно поставить смотрим дальше и что-то делать сами понимаете вот я такой человек не знаю как у вас но я такой человек когда мне нужно что-то новое постоянные изменения обновления новые проекты новые работодатели новые компании мне нужно было чтобы вот расти как-то мне нужны были какие-то изменения когда ты уже больше двух лет сидишь в одной компании когда-то уже дорос до потолка уже не знаешь что делать дальше как развиваться что нового ничего нового вообще не происходит и вот тут мне вовремя судьба послала такой знак моя младшая двоюродная сестра выходила замуж и они с мужем планировали переехать в астану в казахстан они жили в омске оба тоже амичи но вот тут по работе мужу предложили в астану переехать естественно моя сестра вот сможем они все решили переезжать в астану и когда я прилетала на свадьбу к сестре в омск она мне тоже предложила редко ну почему бы нет и а так как у меня были амбиции я хотела уже что-то свое открывать я предложила сестре вместе запланировали открыть свой бизнес а бизнес какой девочкам конечно же интересны платья в те годы как раз таки это только тоже зарождалось в такие сети магазинов шоурумов которые продавали платья наряды и мы решили открыть с ней шоурум платьев если уж переезжать в казахстан в астану то уже я думаю не буду ни на кого работать все я уже такая крутая большая открывать только свой бизнес и естественно я запланировала что если уж переезжать из москвы то я буду переезжать в астану и открывать свой бизнес тогда ну и конечно что мы привлекала в казахстане был просто такой знаете такой дикий интерес такое любопытство было потому что вот когда вы не знаете вот что там а что там ребята вот тоже самое у меня сейчас я конечно в какой-то степени уже знаю различные моменты и особенности культуры быта и так далее да но это я знаю всего лишь по видео на которой я записываю реакции да как говорится базаржок да на тут что-то остается но хочется это все в живую видите и пощупать что называется руками поэтому наверное я ее понимаю вот в этом ее суждение прямо сейчас и кстати я с процентами по ходу провалился капитально вообще ей представление не имелось честно я никогда не думала что я перееду в казахстан напомню что я жила с мыслью с мечтой жить только в своем любимом омске никогда никуда я не уеду от своих там родных людей и друзей и так далее ну вот пожалуйста я уже живу жила в четырех городах так что не зарекайтесь и мне всегда было интересно поэтому тоже по себе знаю опытством и еще и желанием открыть свой бизнес вот меня это очень мотивировало это единственная причина такая самая глобальная по которой я переехала в остановку казахстан на минуте на минуточку я сейчас живу в алмате монгоры ребят я как в воду глядела когда спросила почему не в алматы да вот вам пожалуйста в алматы она уже живет и мне было это интересно и плюс мне конечно было интересно как там на моей вот родине в казахстане какого-то может быть меня там ждет моя судьба я конечно же об этом тоже думала ну и плюс я понимала прекрасно что в москве очень дорого нереально просто брать недвижимость тогда еще не было таких вот тогда новая москва еще не строилась и я понимала если залазить в ипотеку в такую дикую я не хочу всю жизнь выплачивать мне хотелось стабильности как вы понимаете всем девушкам женщинам хочется стабильности знать что ее ждет в будущем вот и и тут я поняла что жилье я в москве ну не хочу и вообще залазить долги в аптеке и я не хочу хочется уже что-то такое глобальное стабильное и ну и плюс мой характер мое любопытство интересы новые изменения постоянной код развития мне нужно не всегда нужно что-то там познавать новое и и поэтому вот это любопытство меня сподвигло переехать в казахстан еще в далеком 2015 году это была зима как раз новый год 2015 года но все ребята понятно да с этими процентами я окончательно в пух и прах провалился блин ребята заметили да какова повестка последнего времени на ютубе что все вот эти по последние все все вот эти подобные видео переезд из москвы в казахстан или же из россии в казахстан уже так или иначе ассоциируешь с 24 февраля к сожалению это уже такой некий даже как-то шаблон в голове сложился почему переезжают потому что вот случилось то-то то-то оказывается все в этом виде в этом случае все не так все случилось гораздо раньше даже в пятнадцатом году почему еще я так подумал потому что видео записано выложено на ю тубе месяц назад месяц это еще один был еще один довод в пользу того что переезд было приурочен или наоборот переезд был в связи с 24 февраля ребята но но все не так как я предположил да ребята я ошибся но я думаю ничего страшного и знаете и хорошо что не это стало причиной для переезда пускай для этой отдельно конкретно взятой девушки я сделала это до того как это стало мы и стримом сейчас очень многие из москвы вот-вот-вот ребята то о чем я сейчас только что сказал кто-то на время я тогда не думала насколько я перееду потому что я никогда не загадываю потому что сами понимаете жизнь много чего может предложить на что мы даже не рассчитывали и я поэтому не зарекаюсь больше что я никуда не уеду я буду здесь только жить вот и мои первые впечатления о казахстане это был декабрь и январь 2015 года это было астана на то еще время это была дикая холодная зима это был мерзкий сильный ветер вы не представляете какой ветер в астане это летом окей но зимой это еще хуже и так холодно минус 30 градусов так это еще знаете такой резкий мерзкий ветер это было нереально то есть ходить пешком по улице было нереально но и сразу я хочу предупредить что все таки у меня в казахстане на тот момент не было ни друзей не родственников и кого то есть и не на кого не могла рассчитывать то есть когда вы смело и то обычно там либо там друзья знакомые родственники что-то помогут нет то есть я не переезжал никому единственная вот моя сестра с мужем они вот только тоже переехали в астану и это меня единственное что спасало так весь веселенько но решилась бы то есть на все готовое у меня не было такого варианта сразу говорю да хотя я казашка по национальности но меня здесь ничего и никто не ждал никаких блатов помощи ничего и когда я переехала для меня это конечно стресс был я понимаю если бы это еще было лето тепло но в такую погоду я не ожидала да я родилась сибири я многое повидала но вот такого ветра холодильный я не ожидала и даже холоднее чем сибирский город и стрессу конечно организму восстановим уже в стрессе когда происходят какие-то изменения в жизни ты переезжаешь и плюс тут еще накладывается такой не очень приятный климат до природные условия и я впала немного конечно в стресс такая мини депрессия у меня была хотя не знаю муж не менее но я рыдала бывало конечно первое время я рыдала я просто на боже на за что зачем я вообще сюда приехала все же так хорошо было вот на мою задницу такие приключения нужны были просто тем более которые сама их себе сделала да могу из лечения сиживаться долго и вот пожалуйста новая лови теперь проходи но скажу вам сразу на новом месте всегда ждут испытания когда я переезжала в москву были очень такие тяжелые непростые испытания с квартирами со съемом жилья очень тяжело когда я приехала в астану то же самое первый период первые месяцы было тяжело я снимала 1 1 ком всегда и везде скорее тот момент курс я упал и моя однушка выходила просто однушка выходила в рублях в 30 тысяч рублей это за эти деньги я снимала однушку в москве я снимала однушку в астане на правом берегу какую-то такую футбол пустую и в общем было тяжело первое время хотя я удаленно работать и все эти полы еще вот кстати тоже лайфхак если вы переезжаете другой город всегда имеете либо запас денег да он у меня был но к сожалению в рублях был который упал просто ниже некуда и второе это конечно какую-то работу онлайн удаленку какую-то подработку возможно да и первые месяцы она меня спасала потому что в астане мы только открыли свой шоу-рум платьев я закупила платье из москвы и отправляла их в астану и вот мы потихоньку их продавали потом начали шить уже как отелье онлайн-ателье мы начали шить на заказ уже наряды платья но все равно это не покрывало всех расходов то есть это и аренды блин я вот так вот слушаю но это такой переезда достаточно как сказать нераспространенный а в плане чего чтобы переехать тяжело и при этом сразу открывать шоу-рум и вести с москвы платье да то есть я помню свое время из оренбурга переезжал в татарстан с двумя сумками в одной были сковородки ложки поварешки а во второй сумке личные вещи вот и все работы не было но работал я по вахтам тогда вот этот вот это было ребята переезд но на то время это было все очень круто и интересно хотя и сложно а здесь здесь все-таки такой переезд как говорится нет так не говорится это я сейчас хочу сказать на шелковых покрывалах да не знаю почему так вот так вот пришло мне в голову то есть переезжаешь в другую страну при этом открываешь шоу-рум еще и платью блин ну я думаю так каждый бы захотел переехать до ребят до шоу-рума аренда квартиры питания все это эти расходы не покрывала поэтому я решила найти от онлайн работы я уже отказалась я решила мне опять нужна стабильная работа и мне в остане пришлось опять выйти на в офисную работу о чем конечно я жалею но в то же время не жалею я получил очень прекрасный опыт работы и уезжая из москвы от офисной работы такой стабильная все-таки вернулась казахстане опять к офисной работе я проработала где-то четыре года четыре года я посвятила нормально аж на четыре года в группе компания которая я расскажу возможно в следующих моих видео но суть в том что в этом видео я хотела донести о том что да можно переезжать не зная до языка хотя на тот момент я реально боялась я думаю что здесь очень мне понадобится казахский язык но слава богу тогда не требовали этого так сильно и поэтому она сказала тогда не требовали это был 15 год как она сказала а сейчас я так понимаю требую да ну или не то чтобы требует но люди со знанием казахского языка скорее всего в приоритете верно ребят это очень облегчило переезд и знаете когда у меня спрашивают все как как ты переехала из москвы в казахстан в астану ты пожалела не пожалела я хочу сразу сказать я всегда отвечала что я одни пожалела до первые месяцы было тяжело депрессняк но в целом я не пожалела потому что жизнь меня занесла в алматы теперь это мой любимый город просто алматы нам было блин ребята я вот сколько видео смотрю до напоминаю на канале больше тысячи реакций на различные видео ребята больше тысячи и неоднократно встречал вот подобные мнения и слова практически один в один то что все влюбился в алматы или влюбилась в алматы наверное я хочу посетить этот город в том числе и благодаря вот подобным отзывам конечно если бы я переехала сразу из москвы в алмату возможно и в теплое время года было бы намного легче психологически было бы намного легче я сразу вас предупреждаю так как жизнь меня отправила в казахстан очень суровое время года очень суровый город в астану астану я тоже кстати очень люблю я там прожила два года и если не больше я очень этот город полюбила за его такие просторы за его современность чистоту очень такой простой город мне нравится ребят еще раз вот не то что еще раз вот такой момент обратил девушка говорит в алмату правильно говорить алматы но она живет уже там сколько получается на 15 года два года 17 года да она получается в алматы живет это уже четыре года четыре года и она говорит алмату а не алматы то есть но наверно так тоже распространено и правильно наверное в какой-то степени так говорить хотя по грамматике я так понимаю это ошибка и никто не поправляет да не укорять за это она бы наверное уже бы научилась говорить а в комментариях ребята очень строго за этим следят блюстители правописание алматы алмату алматы блин ну я не знаю как почему так связано почему-то она живет четыре года там и до сих пор говорит алма алма алмату я понимаю это все мелочь ребят какая-то вот это что-то типа я докапываюсь нет ну вроде бы это мелочь но такой интересный момент вот лично для меня тем более если на начать это все так развивать то ну действительно вот прям так вопрос поднимается а почему там ну как бы грубо говоря всем все равно это не никому не доставляет какие-то неудобства да на тем кто слышит они правильно произнесенные название города а в интернете с этим совсем по-другому дела обстоят интересно он конечно более такой советский город но здесь такая зелень такая природа я просто влюбилась то есть я все-таки человек природы и в принципе как и мы все получается здесь я живу третий четвертый год уже живу в алматы четвертый уже здесь купила квартиру и просто обожаю этот город в ипотеке нет но я никогда не зарекаюсь опять же и не сомневаюсь что возможно моя жизнь меня куда-то закинет еще в какой-то город какую-то страну я бы с удовольствием еще могу пожить в разных странах в разных городах но вот этот дом частичка моей души она всегда будет в алмате ну и конечно же моем родном городе омске его с удовольствием тоже посещаю потому что все родственники друзья одноклассники мои там поэтому отдельное место моем сердце всегда в омске москву кстати москву я очень тоже любила ну короче ну так сложилось что где бы я ни была где бы я ни жила я очень привязываюсь к этому месту меня окружают всегда замечательные люди и я очень люблю город в котором я живу и так же когда я жила и работала в москве три года я очень любил этот город просто ну это же такая история это такая красота да каждую неделю ты гуляешь по центру по таким историческим местам на выходных ты можешь прекрасно выехать за город прелестные виды виды просто тоже где зелень где природа есть там это все это моя любовь и поэтому алматы такое вот захватило мое сердце так получилось потому что здесь сплошная зелень сплошная природа и я живу с видом на горы класс просто мечта вот в целом о чем я хотела рассказать если вы надумаете переезжать я всем друзьям знакомым говорю приезжайте хотя бы приезжайте на время в алматы но если вы хотите на время или на слышу куда-то переехать то я бы с радостью вам порекомендовала город алматы на будущее можете посещать астаны астану нурсултан сейчас это называется столица казахстана можете присмотреться к ней и в будущем уже и в нурсултан перебраться но на первое время алматы это просто one love one love forever one love напоминает весь в то же время и питер немножко по здесь такая жизнь знаете слов living тут образ жизни очень неторопливый расслабленный такой вайп южный здесь всегда тепло здесь можно гулять здесь везде кофейни летние террасы летники мы их просто называем все так расслаблено все так кайфово астана нурсултан это столица все таки это пиджаки костюмы это госслужба алматы это расслабленность это разные субкультуры мероприятия городские в глобальном смысле этого слова в общем здесь очень круто все на этом я закончу если есть вопросы пишите в комментариях если есть какие-то интересные идеи и темы тоже пишите я сниму ролики так ну что до стар послушали мы этот монолог в принципе по ходу всего видео давал какие-то комментарии будет очень интересно узнать ваше мнение так что пишите ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписался ну и на этом наверное все всем пока удачи до встречи до встречи